Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 179. События дня. Сирахов 11.29. Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козьи у коварного. Это остается в силе. 8 июня 2016 года. Пишет мне роман один. Что в прошлом году ему было разрешено, а он не приехал и заставил беспокоиться о нем. Нынче желает, но ему уже отказано. Мы никого не тянем, не зомбируем, как недруги говорят. И вот вы видите, какая переписка. Вчера тут одному был надоедает, черный список занес его. Я показываю. Так. Мне не совсем понятно, почему отец Кирилл отказался крестить. Это я роману пишу. Вас. Кирилл Сахаров. Мне сдается, что его закрещение, уже прежде мощеных и крапленых, окроплением, крапленых специально, его собратьями по системе обмана, уже долго это угрожает до снятия сана и прочее. До изгнания и прочее. Вот я думаю и так. Почему он отказался. И то, что он вас проверить не может, то тоже явно. Вы живете не с ним и спите отдельно, неизвестно где. Если вы теперь одумались и так уж сильно хотите быть тут на крещении, а будете ли допущены на это крещение, это решит батюшка по совету или по рекомендации, через голосование церковно-приходских советов. Тогда быстрее сразу же ответьте приискренне на мои простые вопросы здесь вот. То есть у нас все открыто. Более открытого просто нет. Вот так вот беседовать ни Осипов никто не будет. Смирнов там какие-то такие известные где-то. Не будут они беседовать. Первое. Были ли судимые статья с описанием дела? Второе. Сколько классов закончили? Где еще учились? Если не учились, то почему? Какие были отметки? Не дебильный ли? Не ли гопрен с лишней хромосомой? Служили ли в армии или в монастыре? Дело в том, что не в частном доме придется вам тут жить. При разрешении приехать, а в детском лагере стане. То есть это сентября почти. И я должен быть уверен, что у вас нет гнусных замашек по отношению к детям. Можешь ли работать с лопатой? Бери больше, кидай дальше. И с топором. Бегать, иметь полное послушание. Можете не отвечать ни на мои один вопрос. И наша связь разорвана будет навсегда. Здесь придется встать на учет в сельсовете и в милиции. Не убоишься ли? Пришлю путевку, чтобы брать с собой как ребенку, так и взрослому. Так же одинаково. Хорошо будешь работать, будешь накормлен. Будешь филонить, будешь отправлен на свое прежнее состояние место, то есть изгнан. Паразитов, дармоедов не содержим. Сами нищие. Ой, как грубо я ему отвечаю. Сейчас застонут эти ласковые, внимательные. Тороплю, потому что остался один полный день до моего отъезда. А в потеряевке интернет слабый, почти аховый. И потому переписываться будет некогда. Если разрешение будет, то выезжать нужно будет немедленно, взяв все потребное. С собой обязательно иметь паспорт и другие документы, и средства на отъезд. Роман пишет мне. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Обо мне. Первое. Судим не был. Вот видите, как сразу ответил. Окончил 11 классов. И учебу в Магнитогорском госуниверситете получил специальность учителя физики. Хорошая специальность. Это не истории. Учитель истории – это никто. Это просто нарушившая специальность. Дармоедом относится. Среди отметок было две тройки. В армии не служил по причине ухода за одиноким родителем. В четвертом монастыре две недели был трудником и не больше. Лопатой работать, бегать и иметь полное послушание могу. Про топор ничего не сказал. Вот тут упустил. Шестое. Встать на учет все в совете милиции. Готов. Это уже ответ. Отвечаю. Сможете ли сегодня же выехать? То есть мгновенное ему дается разрешение. Он колотился, колотился. И нет. Ответил правильно, сразу же дается разрешение. Билет Брэда станции Корщина. Это от нас. 20 километров. Если да, то высылаю перечень того, что брать с собою. Промедление ваше отбросит вас минимум как на год. Если сумеете сегодня выехать, то прикидывайте так, что можете тут остаться. Быть может и не до 10 октября только, но и дальше. Роман. Да, я хотел бы выехать сегодня, Игнатий Тихонович. Я отвечаю, что тут я вам выслал, то скопируйте, перепишите и в разные карманы. Адреса. Мало ли что может быть. Все. Больше он не пишет. Я уже думаю, что он в дороге. Вот у нас в Италии также приехал к Калининнику. Ему было сказано выезжать сегодня. Он всего в этот же день выехал, послушался. И все, живет здесь. То есть Сергею отвечаю я. Слушаю вашу беседу с этим невером в ролике «Христос и каноны». То есть это я вчерашний день был. Можете его вывести на меня, этого человека. А то я уеду, а оттуда и много не наговоришь. Сейчас я в свободе, но у экрана сижу. То есть у Сергея Козлова большая была беседа с ним. Сергей, попробую. Может чуть позже. Я отвечаю, если возможно, то чтобы вышел на меня сразу. Бегаю по разным делам. Через сутки, утром, в пятницу буду уже на колесах. Если Господу угодно будет, и живы будем. Вы хорошо этому неверу отвечали. Если он пожелает, то может эти же вопросы и мне задать. Сергей Козлов. Ваша похвала дорого стоит. Я отвечаю. То есть это уже другим. И вот произошла беседа. Беседа уже была. Ну и я хочу небольшой комментарий дать. Мои первые впечатления, когда посмотрел на беседу. Этот человек очень сильно похож, какой у нас был потеряевки, который был изгнан через крестный ход. Изгнан. Вот одинаково. Такая же щетина, такой рост, такой взгляд, наклон головы, поведение, ответы, недовольство. Все один к одному. Притом у меня уже не один раз это было. Д.С. Ну если хотят узнать, это я назвал Дмуха Саша. Это как правило связано или с блудом. Самым настоящим прозаическим блудом. Гнусностью, гноем. Ну а дальше недовольство, уход из православия и у баптистов не задерживается. То есть он нигде свой разум ставит превыше канонов, превыше мнения святых отцов. И он ничего не слышит. И он вне церкви. Он где-то бродит, ходит, один сидит. У всех одинаково. Я не знаю про этого человека. Не конкретно говорю, чтобы не привязались. Но именно внешне вот все сошлось. И внутреннее чувство. Я сразу встал на молитву. У меня разговор короткий. Вот. Показываю. И вчера молился сколько день, весь и все о нем вспоминал. Сегодня была встреча. Мои предположения ни на грамм не изменились. Остались те же самые. Точно так же. Как правило у таких людей на первом месте не отречение самого себя. Своё я они ставят на первое место. Страшно бояться, когда говоришь, ну я же сделал это. Я, 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 я. То есть они, а как огня, боятся, что кто-то это выполнил. Ну вот допустим, люди говорят, на этом участке ничего нельзя сделать. Мы обязаны воевать. Карабах отвоевать. Тут ничего не растет. А там один фермер, который вырастил богатый урожай. Он говорит, ну я же вырастил. А что ты якаешь? Ну вот мы показали. 21 тысяча деревень разрушено. Ну можно ли заново восстановить? Да кто их восстановит, когда продолжает разрушаться? Мы говорим, ну мы же сумели. А что ты якаешь? Ну конкретная деревня. Куда приезжают представители администрации, приезжают местные патриархийные митрополиты, епископы, богослужения, церковь, школа государственная. То есть они как огня боятся показать. Я говорю, вот преступность в стране высокая, а что вы сделали? А что вы якаете? Ну вот я работаю в одной тюрьме 17 лет, не считая, помогая лагерям. Конкретно иду. Они знают, что я каторжник. Они слушают, внимают, изменяется жизнь, даю им книги. То есть они как огня боятся примера живого. То есть они для себя установили, что нет, а нельзя сделать. Священники не такие, патриарх не так избран. Но все не так. Не так. Это не церковь. Православие это так, набор шарлатанства какого-то. Это каббалистика, это другое. То есть они ничего не делают и делать не будут. И когда даешься это, а я вашего совета не просил. О! А тут написано, без совета дело расстроится, разрушится. Это уже притчи Соломона говорят. Вот интересно как. Я не видел ни разу человека. Слышал только беседу с Сергеем и мнение сложилось. Притом сложилось окончательное. И думаю, если беседа будет, попытаюсь что-то сказать. Но немножко сказал, будет перебивать там то другое. Это все будет. Я не называю с кем и как, догадываться не надо. Но дело в том, что подтвердилось полностью. Ни по одной букве у меня расхождения нет с тем, какое мое мнение составилось до этого. То ни одного ролика, другого я не видел этого человека. Не увидел. Увидел положительное, что он говорит. И сказал отрицательно. Выхода никакого нет. Нет отвержения себя. Нету. Он все под сомнением. Это хуже сектанства. То есть он ни в одной секте не задержится. Он привык где-то ходить. Гулять, ходить, во время службы цветочки нюхать. Или зайти в ресторан, выпить маленько там. Ну что-то такое вот будет. Я не про него говорю. Такой один ко мне зашел священник. Он знает с одного края тут с сектантом. Они встречаются на улице, на степи, лошади бродят. И они говорят, друг другу уступают. И вот который разговаривает со священником. Вот точно ДС. Вот такого же роста. Так же голову наклоняет. Когда говоришь, он один череп показывает, склоняется. Все одинаковое. Все. Он никогда не злинется. Ну а было, чтобы были изменения. Ни разу пока. Ни разу. Но из этих, которые, вот вы говорите, ДС, хотя бы один покаялся, пришел. Нет. Ну не через меня там, через Смирнова или кого-то. То есть они осмеивают все. Труды святых отцов. Жития святых показываешь. Они его внимание не берут. У всех одинаково. Почему? Вошел дьявол. В этом я не сомневаюсь. Человек этого делать так не будет. Это уже в дерзости. Он закостенел, захряс. И теперь он выйти не может. Вот. Везде главное у него определитель, это я. Он до этого дошел. А что дошел-то? Посты нарушал, как правило. А он что-то делал для церкви. Делал. У нас старший этот ездил, благовествовал. Имел дар слова. Но ни одного обращенного нигде нет. И восстал против всего. Все. Поносит. Что только можно поносить. И там не так. И вот рядом монастырь. И там старый монастырь был, а теперь тюрьма там. Так там дно было усеяно трупиками абортированных монахинь. Трупиками. Да монахинь одна выйти не может. Трупики на ней лежат, а плавают. Если бы один был там. То есть совершенно безумие, говорит. И здесь так же самое. Накрутка. Все дальше и дальше. То есть ни по одному пункту, который он видит, иногда правильно видит, непорядок в церкви, он не трудится. Теперь определить. Патриарх не такой, епископы не такие, священники все не такие. Трудиться не надо. То есть отчаяние. Отчаяние, в которое впадает сатана. Это чисто сатанинский уже режим наступил в душе. Никакого совета не принимает. Никакого. И вот до беседы я уже имел в себе сформировавшийся образ собеседника. И нигде, нигде, ни по другому не было. Не было. Я пытался говорить. Так же перебивает. Все точно как один к одному. Почему? Один дух. Дух один. Во всех, которые так делают, поступают. Я повторяю. Признаю благодатность московской патриархии. Признаю законным патриархи Кирилла. То есть там этого ничего нет. Но остальное говорить не надо. Я законник. Как Зина законник. Павел передает привет ему. Чтобы каноны все исполнялись. И все остальное. А тут одна пишет. Горох я ей послал там среди продуктов. Она бедно живет. Если возможно. Так. Ну это я уже сказал. Вот. Хорошо жевать нужно. В собственных слюнях утопить только две продукции. Это сыр и горох. Сыр это в молотное время сыр. Ну не который сами варят как творог загустевший. А настоящий сыр там такой твердый, плотный. И горох. Ему нужно очень хорошо разжевывать. Вот. А горохи видите смотрите какой у меня опыт. Это прелюдия к гороховому шуту. Горох нужно замачивать в теплой воде хотя бы за сутки. И по временам в эти сутки подогревать не доводя до кипения. Чтобы именно в теплой воде томился горох еще до его подлинного варенья. И к слову сказать. Гороховый суп в тюрьме. Самая любимая щашка. И в лагере тоже. Гороха там не видно. Только коричневый туман. А картошку почему-то именно в этом тумане запускают совершенно нерезанную. Так целиком. Большая картошка. И ловят в другом суп. Там что готовят везде режут. Здесь не режут. Не знаю почему. Быть может у вас более крепкий попался горох. Не по зубам слабохарактерным и невоздержимым. Делает затрапку на поход к стоматологу. Где стоматов вылетает с горохом из-за разверстого зевого клиента. Ну то есть небольшой юмор. После распаривания и подсоления слить воду и толкушкой протолочь с кастрюлей. Не разминать, а толочь. Бить просто. Чтобы получилось кашиться. Так тоже можно. Горох не обидится. Его уже все равно обдирает до гола на заводе. Называется ободранный. И вот вчера один ролик. Тоже на меня высылает разное. Я посмотрел ролик. Вот посмотрите. Тадаль. Коп-ма-ше-барата. По-русски. Спасибо за все, что ты создал. Вот эти слова зарядите в ютуб по-русски. Я решил высказать свое мнение. Ха-э-ма-ше. Спасибо за все, что ты создал. Вот так. Зарядите. И дальше вот его электронная версия. Ну а для чего это нужно? А вот для чего. Я люблю пение. Церковное поют. Старообрядцы поют прекрасно. Греческое пение. Но это пение извне. Извне. Оно не находит отклик во мне сразу. Я просто люблю ушами слушать. Но вот когда поют евреи, евреи. То есть не все, но вот такое песнопение. Внутренний мой голос. Я не еврей. С ними не жил. С ними не пел. Первый раз слышу. У меня это находит отклик. Что было потеряно. Как будто это голос с моей родины. Вот сейчас меня назовут там жидовством, жидофилом каким-то. Нет. Я говорю так, как понимаю. Даже не понимаю, а внутри меня внутренний голос доходит. Вот я вчера слушаю это песнопение. Меня трудно слушать. Почему? Я слишком хожу в это переживание, что это народ Божий. Поют евреи. Там женщины, девушки или одеты в женское, не женское одеяние мужское. Я как будто этого не вижу. Я слышу один голос, закрывая глаза. Это голос с моей родины. От избрания, от Авраама. И эти люди не приняли Господа Бога моего, Иисуса Христа. А стоят у стены плача. Плакать надо о том, что Христа не приняли, пришел к своим, и свои его не приняли. Они не стали сынами Божьими. А которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Им не дано власть быть чадами Божьими. А только к народу принадлежат. Но это не чада Божьи, которые воюют. Шульхана Руха исполняет Талмуд. Я вот это слышу. Внутреннее у меня переживание. Я не могу от слез спазм в город. Господи, как получилось так? Как будто ты ошибся в избрании этого народа. Пришел к погибшим овцам Израиля. К погибшим. И все подыскиваются против. И они воюют 2000 лет назад. Показывают, что как Евангелие они закладывают, где кто заходит в синагогу, чтобы наступать на это место, попирать Евангелие. Ну я не знаю, так это или нет. Но вот у кого такие будут переживания, как у меня, дайте мне знать. Я спрошу, почему? Объяснить не могу. Внутренний мой голос содрогается от того, что это народ Божий, не ставший сынами Божьими и дочерьми, который стал врагом ему. Что они сделали? И примут кого? Лютого врага иного с Большой Бух, то есть Антихриста, своего Машеаха. Вот это, что я вчера посмотрел. Вот мне ссылается. Сегодня сослали. Лжепатриарх, то есть Кирилл, готовит приход Антихриста, обращение диакона Геннадия Кондрашова. Ну, я скажу, дайте анализ, ролик. Ну, много говорить. Я, правда, все это заранее уже просмотрел, высылали, не сегодня. Я отвечу, о многом говорено. Если по частям, то многое говорит верно, диакон. Но общий вывод нужен иной. Видите, я не нападаю, ничего. Но говорю, общий иной. Лжепатриархом я его никогда называть не собираюсь. По крайней мере, по сегодняшний день. А наоборот, говорю, патриарху Кириллу нужна молитвенная помощь от нападок необоснованных, особенно от монахов. Он ничего не сделал, кроме того, что уже сделано. Сделано, может быть, и им именно, что такой развал, а католичина, неправильное крещение, все неправильно, все сверху донизу пропитано католичеством. А эта встреча в Гаване-то, она ничего не добавила к этому. Пишет мне один. Александр. Игнатий Тихонович, для меня важно ваше мнение. Посему, как вы, для меня духовный отец. Через вас Господь дал мне то, чего бы я не мог получить никогда, оставаясь на уровне храмовой свечки и молитвы. Благодарю Господа, что через вас Он меня сделал другим. Изменил и внешне, и внутренне. дал силу Духа отказаться от многих вещей мира, даже изменить себя в питании, отказаться от мяса и прочее. Посему, как более всего, я доверяю всегда вам и вашему мнению, взгляду на происходящие те или иные события. Я очень люблю вас. И благодарен, Господь, за встречу с вами. Понятно? Вот какое дело. Человек дал ролик, и я ему ответил, и он вот что отвечает. Полное доверие и прочее. Мне другие скажут, ну, зазомбировал где-то. Ну, зачем эти слова говорить? Человек верит. Я верю, что необходимо человеку два пункта. Рождение свыше и водительство Духом Святым. Быть водимым Духом Божиим. Кто не имеет Духа Божий, тот не имеет. Вот это главное. Остальное в этом. И вот беседа одна была тут с одним человеком. Я эпиграф даю такое. Отвергнись себя и возьми крест свой. Могу сейчас же здесь дать комментарий к этой беседе. Это я пишу, с кем говорили. Либо подобная беседа всегда, пока без исключения, оканчивается одним и тем же. Пройтись по горящему следу, без названия имен, как бы урок на будущее. В данный момент, в ближайшие 10 минут, не делаю закачки. Эфир свободен для скайпа. Когда закачка идет, то прерывается. Дайте мне знать хотя бы одним словом, что беседа не предвидится, и я начну делать закачку-запись. И человек мне ответил. Сейчас не могу, я то другое. Мы друг другу поблагодарили, и все. Я говорю о беседе, которая была скорбно закончилась. Я сказал, чтобы была не последняя, но, судя по всему, последняя. Такие люди не выходят больше. И заочно они могут пакости делать. Не про него конкретно говорю, еще раз говорю. Говорить, оклеветать, собираться, но они ничего не сделают. Мне, во-первых, совершенно ничего нельзя сделать, кроме того, что Бог допустит. Ну и вот. Есть видеоролики, которые у меня заранее начитаны. Это ответы по Библии я даю. Ответов будет много. И вот сейчас 56-й. Но она не отображается на первой странице в Ютубе. Давно закачана. И там уже 100 с лишним роликов. И она там открывается. Поэтому эти вот. И 75-е занятие потеряевки. Занятие всего 123. Не знаю, сумею нет я потеряевки их ставить. А вот здесь вот будет около 2000. 56 тысяч. Около 2000 будет. Мои ответы. И поэтому эти ответы нужно искать вот здесь вот. Я покажу где. В моем мире я их переношу сюда. Вот мой мир. Сегодня я перенес. Вот беседа по скайпу была. И дальше 56-е потеряевское. Видно ли по житиям, что монахи знали Библию? Вот оно. Какое. Ролик. Зашел сюда. Другое. Ну, событие 178-е. Вот уже оно открыто. Это пишут 179-е. Виктор считает Златоуста. Володя на пирсе пока. И вот 75-е занятие потеряевки. Но сегодня это будет 70-е. То есть завтра 76-е. Видите, как все открыто. Заходите на наш мир. Посмотрите, как он открыт. Просто голова и ничего больше нет. А есть еще страницы у меня открыты. Где я с голубем. То это контрольные модераторы делают. А администрации моего мира я всегда благодарен. Если бы пакости не писали, тогда было возможно, вначале, когда я зашел на него, можно было одновременным щелчком посылать. Одновременно 12 фотографий на 10 тысяч человек. Или там 5000 знаков. Большое письмо. Сразу на 10 тысяч человек. Ну, делали пакости. Они все это отрубили. Сейчас на порядке. Все равно, я считаю, это лучшее. По плейлисту. Там вот у меня здесь 18916 фотографий. Вот. И... Не вижу я здесь. Это у меня. И видео. 3520. Только здесь. А так-то 4700, наверное, уже. В Ютубе. Заходите сюда. И вот. Мой мир. Это форум. Вот он как форум наш выглядит. Православный форум. Это я отвечал. Вот новые пришли. Александр Миронов. Не купируй ничего прямо вживую. Россия. Москва. Последняя визита. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрел видеобеседу с Шаповаловым из Америки. Вижу, что он реально задумался над вашими доводами. Скажите, как можно пообщаться с отцом Сергием Пестовым. Баптистом. Тоже смотрел, как он терпел от попов архиереев. Хотел бы я с ним пообщаться. Или написать ему. Есть он у вас, его e-mail. Напишите мне. Не знаю. Не знаю, Александр, есть или нет у него. С ним у меня никакой переписки нет. Очень хорошо раскрыли тайну тысячелетнего царства в вашем фильме. Я смотрю, записал все места писания. Завтра буду в Прокопьевске у баптистов. Может, вдруг зайдет разговор на эту тему тысячелетнего царства. Планирую быть в Бийске, в Вельцовке. Это мое небольшое путешествие на Алтай. Три года там не был. Вы часто бываете в Барнауле? Ну, я живу в Барнауле. Но я уезжаю в Потеряевку. Если вы без обмана и на своей машине, я думаю, можно вам будет в Потеряевку приехать и пообщаться с нами. Ну, а маршрутку тут я уже скидывал. Это ехать прямо из Барнаула на Мамонтово. Впереди большое село Павловск. Потом, доезжая Павловского, с правой стороны обходить его. И дальше по дороге, по навигатору ехать на Ребриху. После Ребрихи через железную дорогу пересекаете под Степно-Паново. Запоминайте. Под Степно-Паново. И Паново-Паново, потом Под Степно. Еще не закончится. Справа 73 километра. А за ними прям тут сразу же съезд вправо. Это дорога к нам. 16 километров проселком. Ну, и даже держаться под линию электропередач к железной дороге. И когда переедете железную дорогу в обратном направлении, сразу поворачивать влево, чтобы железная дорога была с левой стороны. Ну, ехать до развалин. До развалин бывшего разъезда. Ну, а дальше одна дорога до Потерявки. 4 километра уже. Спасибо, Христос. Помолитесь о моем путешествии, чтобы мог свидетельствовать по дороге о спасении и вере в Иисуса Христа. Ну, не знаю, дойдет ли это до вас, нужно смотреть здесь. Тут я не отвечаю ничего. Это из контакта администраторы приносят мне. Там сотни, говорит, поступают. Игнатий Тихонович, доброго вечера. Я просмотрела несколько видеороликов и не смогла досмотреть, как вы накладываете крестное знамя на себя. Тремя или двумя пальцами. Почему не могла досмотреть, непонятно. Двумя, двумя, вот, двумя. Так приучен. Но не отрекаю и не отрицаю себя от трех. Божья вам помощь и благодать, и милости, и защиты. Еще прошу вас помолиться о мне, рабе Божией Наталье. И да благословисть вас Господь Наталья, раба Божия. Дальше. Виктор Боченко, 48 лет, Одесса, Килия, ОССР, Канада. Последние визиты дальше. Мир вам. Мир дома вашего, брата Игнатий. Его Виктор звать. В шляпе, в очках. Вот в очках, если фотографию, друзья, не принимаю. Я всем говорю. Почему? А зачем глаза скрывать? Меня зовут Виктор. Я родился и вырос в городе Одессе. Прожил там 21 год. И вот 27 лет живу в Канаде. Три дня назад, я чисто случайно, на Ютубе увидел клип с записью. И вот три дня подряд я смотрю и наслаждаюсь речью вашей, и мудростью, исходящей из уст ваших. Ну, это уж заочно зазомбировался. Слава Господу, что на планете Земля есть такие люди, смелые и отважные. Благослови вас Бог. И пусть милость Бога будет над вашим домом. Пусть охрана Бога будет над вами. Если будет интересно, я могу рассказать вам, как я встретился с Богом, где и в каких обстоятельствах. Любовь без Бога – это не любовь. Пусть сердце бьется, пусть бушуют страсти. Любовь без Бога – это не любовь. Где Бога нет, не долговечность счастья. И пусть весь мир твердит до одного, что дело здесь не в Боге, а в желании. Кто может наслаждаться без того, кто создал жизнь и радость в мироздании. И я, мой Бог, благодарю тебя за мир огромный мне любовью данный, за солнце свет, за пение ручья, за ясный день, в котором нет страдания. Боченко, Виктор. Хорошее стихотворение. Ну, у меня тоже стихотворение есть. Их нельзя назвать стихами. Проповеди стихах. 3467. Заходите тоже, посмотрите. Вы зайдите сначала на сайт. Сайт называется «Восвете Библии». Православный библейский сайт. «Восвете Библии». И там сразу увидите. Жми здесь на форум, жми здесь на наш YouTube. Ну, а дальше уже мой мир я показываю. Раиса Пантелеева. Ижевск, Россия. Доброе утро, недобрый человек. Посмотрела ваше видео, как вы наблюдаете мучения воробушка. Мучится вам старый хрен. Так же на том свете. Учитесь своего мордатого кота ловить мышей. Ну, явно, что не женщина-то говорит. Мышек тоже жалко. Но тут хоть есть причина истреблять их. Наносят вред вашему хозяйству. И лихорадкой могут заразить. Апташка, вестник божий. Ни в чем не виновата. А еще голубятник. Стыдно. Вот Раиса Пантелеева. Не верю я, чтобы Раиса означает легкая. Такие тяжелые обвинения. За воробушка. Во-первых, косы у меня не мордатые, хорошие. Воробушек этот, ну, замерзает уже все. Он уже не жилец. И какое отношение к воробушку имеет моя характеристика. Когда снимали, меня там даже не было. А сейчас нападают, что шершней мы выжили. Прямо с ума сходят. А сами из себя страсти выжечь не могут. Ну, вот старый, как он мне назвал-то? Старый хрен. Хрен. Хрена у нас очень много растет. В потеряевке-то. Если что, можно даже дать накопать. Бесплатно. Ну, старый, но хрен-то одинаковый. Хрен. Он тоже нужен для засолки. Чтобы не портилось кое-что. Ну, вот так. Максим Попов. Господь за меня и не устрашусь, что сделает мне человек. Действительно, что он ему сделает? Санкт-дент. Что за святой, не знаю. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Хотелось бы задать вам вопрос относительно английского мата. Я знаю, как плох и вреден мат. Поэтому стараюсь его не употреблять. Года полтора назад ужасное сквознослойство. Но потом взялся и поборол эту привычку. Правда, иногда по старой памяти вылетает одно-два матных слова. Но очень редко. Да не отстать, Писание говорит. Кто привык к бранным словам, никогда не перестанет. Как блудник. Это так внутри параша будет. В английском языке тоже есть свой мат, который создается, извините, если что, за пример. С помощью слова флаг. Сейчас не вижу это. Факт или флаг, там буквы нету. Факт. Но многие русские слова, заменяющие мат, вроде гребаный, долбанный и так далее на английский язык, переводятся так же, как и синонимичные матерные слова русского языка. Так вот вопрос. Можно ли мне, русскому человеку, произносить английские слова? Факт. Есть его однокровные слова. Ведь слово факт может означать для русского человека как матное слово, так и совсем не матное, но грубоватое. Английский. Это праздный вопрос. И считай слово Божие. Господь ощущает все чистое. Вот, к примеру, мне 77 лет будет. В пятницу. Когда это? Завтра будет. 77. Ни одного матерного слова, ни по-английски, ни по-русски я не сказал. В этом нужды нет. А вы себя пример ставите. Ну а кого тебе ставить-то? Я живой в этом мире живу. Жил, работал в стругорежимном лагере. Сидел в тюрьме. Там одни матерщинники. Сто процентов. И я не заматерился. Не надо делать этого. Не делай этого, Максим. Но вам не отстать от этого. Заранее. Это делает только Господь. Макс. Снова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Если в детстве был содомский грех по незнанию, потом воцерковление искреннее, раскаяние и покаяние, возможно, учение в семинарии и рукоположение. Вы пойдите к местному епископу, если он не содомит. Что он скажет? Если это было после принятия крещения, вы были в детстве даже крещены, то никогда, даже думать об этом не надо. И тем более, если был такой грех, лучше не ходить. Не надо. Рано или поздно это все поплывет. Содомит стал этим. Нет. Даже убийца может быть. Про содомский грех нигде я не считал этого. Нигде. А если был крещен в детстве, и ты в состоянии крещеного это делал, то и разговаривать не о чем. Вот. Ну и все как будто бы. Содомский грех. Я знаю, что говорят, есть Содом. Но мне просто не верится, насколько это дико, страшно, неестественно. Но просто не верится. Вот жесткие законы были у Истиана Великого. Он канонизирован. Отрезание не кастрация, а отрезание полового члена совсем. Как он там уже оправлялся, неизвестно. Далее в рудники железом выжигали тавро до кости, что он Содомит. И больше он света не увидит. И с подземелья там на каком-то расстоянии подвозил, только эти долбил и вагонетки таскал. Все. Ну, в других местах Гитлер расстрелил, пристали, они тоже им недобро было. Мусульмане уничтожают. А вы как думаете? Мне не надо думать. На это уже все сказано. Содомит это страшный человек. И вот эти гей-парады, они приводят к Майдану, к Украине. Люди делаются как одержимые, бесноватые. Они допустили это. У них там был, кто воевал против них. Священник Андрей Грачев. Изгнали его. Но теперь окупайтесь в этом грехе. Не послушали пастыря? Ну, и дальше наш православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вот сюда заходите. Я не знаю сейчас сколько. Тут мы выставляем. И здесь если нажать, вот нажать главное, вот главное, то открывается наше житие, которое ставим. Вот они. Память последнего карпа. Тут уже, видимо, больше трехсот. Я насчитывал восьмидесятые годы. И нашелся один добрый человек. Теперь их оформляют по одному с нашего сайта. Моим голосом. Тут везде написано. Игнатий Лапкин, православный проповедник, миссионер. И сколько просмотров? Вот два, тридцать семь, сорок один. Ну и так дальше-то. Помаленьку люди смотрят. Вот. Ну и самое большое сокровище у нас. Это наш сайт. Вот он как выглядит. Во свете Библии. И вот здесь вот нажимать, православный форум, на него зайдете сразу. Ну надо себя там зарегистрировать, чтобы писать можно было. И видеоканал сразу. Только нажми уже на видеоканале. И самое-самое ценное у меня на всех ресурсах, это вот 4124 ответа по темам. Вот оно, на 55 папок. Разбор. Так что здесь разное рождение, рпц, русский язык, священство, семья, дальше смерть, спорт, старообрядчество, суды. То есть в алфаэтном порядке 55 папок. 55. И вот такие ответы, которые бы основывались на священном писании, на святой Библии, и одновременно на толкование святых отцов, на житиях святых и на всех канонах церкви, таких ответов сегодня. Думаю, что почти нет. Ну, несколько ответов, может быть, есть где-то. А чтобы вот так, систематически. Это я в университетах, в милиции вел занятия, в училищах, в техникумах, в школах, по радио три программы. Ну, то есть у меня осталось только, что только. От них было в несколько раз больше вопросов и ответов. Ну, полувековой путь у меня здесь. Так что заходите. Тут открыто, что нужно. Книги все. 41 книга мои здесь вот. Здесь они. Там не 40, а на 30, 3, 4, 3, 7, 38 и 7. Значит, что, 45 книг у меня вышло бы. Ну, остальные в интернетной версии, бумажной, только 38 книг. Ну, вот на этом как бы и все. Ничего больше нет. Слава Богу, во веки веков. Слава Богу. Продолжение следует...